Увидеть не на страницах учебников, а в жизни. Вот суть одного из главных трендов детского туризма под названием «Живые уроки». Межрегиональная конференция по развитию этого направления открылась сегодня в Чебоксарах. От южных морей до полярного края. В нынешних условиях внутренний туризм – одно из самых перспективных направлений развития экономики. Коллизия на мировом туристическом рынке – хороший повод для регионов обратить на себя внимание. У нас достаточно объектов, достопримечательностей для показа туристам, для представления Чебоксарской республики в другом виде. Потому что сегодня, с учетом предъявленных санкций, с учетом закрытия границ, граждане Российской Федерации больше хотят отдыхать в своей любимой России. Хотят межрегиональные туристические поездки организовать. Туристические наши компании на это настроены. Все направлены в правильное русло. И по факту, я полагаю, и задачу поставил в течение трех лет минимум увеличить количество трудительств в 1,6 раза. В Чувашии – самая большая река Европы. В Хакасии – горы и озера. В Свердловской области – прииски с самоцветами. Такие разные территории объединила одна общая идея. Мы – три пилотных региона, где стартовал федеральный проект в сфере школьного и образовательного туризма «Живые уроки». Туризм – это серьезно, особенно детский туризм. Наконец мы к этому пришли. Что детский туризм – это не пошли в сынок, шашлычок под коньячок. Дети не сопровождают взрослых. Они самостоятельны. У них есть свои интересы. И туризм должен это учитывать. Идея проекта – сделать экскурсии и туристические маршруты частью школьной программы и наладить между регионами обмен школьными группами. Подписывается договор между Российским союзом туриндустрии, который представляет как раз все туроператорское сообщество, и администрациями регионов. Разрабатывались экскурсии. Они тут же утверждались педагогами. Они тут же проходили через образование. И только после этого они вышли, так скажем, в свет. И уже проведены экскурсии с тестовыми группами. И вот метрооператоры рассказывают, что мы не успели провести эти тестовые экскурсии. У нас столько заявок идет. На конференцию приехали представители 18 субъектов России. И спустя несколько часов после ее открытия в рядах пилотных регионов прибыло. Я с удовольствием присутствую сегодня на форуме. Я вижу много людей, которые понимают этот факт. И много людей не только из власти или людей самого образования, но прежде всего людей из туристического бизнеса, которые готовы договариваться с точки зрения развития ребенка. Мы хотим подписать соглашение о развитии данного направления. У нас есть свое представление по этому поводу. Есть свои наработки. Я думаю, они будут интересны всем. Вместе с Пермским краем подписали соглашение с Российским Союзом Туриндустрии, Республика Бурятия, Мариэла, Астраханская и Кировской области. Выставка фойе Чувашского драматического театра показала. К наплыву школьников, в том числе и из других регионов, туристический бизнес Чуваши готов. Этот форум посвящен живым урокам. А живые уроки – это то, что Чуваши предлагали всегда. Потому что не было грамотности, не было письменности. И у нас как бы предметное изучение было. Воспитание подрастающего поколения было на основе личного примера. И вот поэтому живые уроки, они были постоянно. И если взять любой предмет – астрономия, изучение Вселенной, математика, да посмотрите на нашу Чувашскую вышивку, ведь это чистая математика. На дискуссионных площадках не только делятся идеями и презентуют достопримечательности. Здесь обсуждают проблемы. Специалисты говорят, до любого объекта нужно добраться, где-то ночевать и питаться. А значит, впереди еще много работы по развитию туристической инфраструктуры. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.